МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это телеканал Обденск ТВ. Как всегда, в этот час мы рассказываем о новостях нашего города и региона в студии Георгий Розуаев. И Дарья Человекова. Сегодня в выпуске. Оперативная информация по числу заболевших коронавирусом в Калужском регионе по-прежнему лидирует Калуга, Боровский район и Обденск. Будут с водой. Завершилось строительство нового водовода в микрорайон Молодежный. К дню Великой Победы. Расскажем о памятных местах, связанных с событиями Великой Отечественной войны на территории Калужской области. И вновь в начале программы говорим об оперативной информации по ситуации с коронавирусной инфекцией на территории Калужского региона. На момент записи нашей программы общее число заболевших 706. Из них 26 человек выздоровели, 8 умерли. По количеству заболевших на первом месте остается Калуга – 187 человек, в Боровском районе – 130, а в Обденске – 126, в Малой Ярославицком районе – 63, в Жуковском – 11. На еженедельной планерке главы администрации Наукограда также говорили об эпидемиологической обстановке в Обденске. Обсуждали и другие темы. Наш корреспондент Кристина Забушка расскажет подробности. Руководитель клинической больницы номер 8 рассказал о состоянии больных. Зарегистрировано уже 126 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Наукограде. 64 человека находятся в Калужском центре инфекционных заболеваний и больнице «Сосновая роща». На мулаторном лечении находятся 62 пациента, все в легкой форме или без симптомов. В областной больнице и в больнице «Сосновая роща» находятся 64 пациента, все находятся в состоянии средней степени тяжести, нет ни одного пациента в тяжелом состоянии. Среди жителей города Обденска нет ни одного пациента на аппарате искусственной вентиляции легких. Как рассказал главный государственный санитарный врач Наукограда, наблюдается значительный прирост заболевших COVID-19. В связи с этим необходимо увеличить меры профилактики и ежедневно проводить дезинфекцию. Владимир Марков в очередной раз обратился к жителям Наукограда с просьбой соблюдать режим самоизоляции, чтобы снизить риск увеличения количества заболевших. У нас сейчас режим самоизоляции еще не отменен, он продолжается. Хочу обратиться через СРС в массовой информации, чтобы люди соблюдали данный режим и не ходили в частности и в нашу организацию за всякими справками. Есть телефоны, еще раз напоминаю. Также руководитель клинической больницы номер 8 рассказал о ходе ремонта в инфекционном отделении Наукограда. Работы там продолжались и в выходные дни. Большой объем работы проведен в инфекционном корпусе. Работы практически завершены. Осталось доподвести кислород в уставших станет и доподготовить сам пропускник. Для персонала рассчитываем, что на этой неделе уже инфекционный корпус клинической больницы 8 будет подготовлен к приему пациента в случае необходимости с коронавирусной инфекцией. Карина Башкатова также отметила, что на майские праздники в полном составе должны работать бригады скорой медицинской помощи. Эти выходные показали, что нуждаемость в этом есть острая. Здесь мы не должны, соответственно, жителей оставить без скорой помощи. Хорошо, если она не понадобится, но, соответственно, если будет увеличено количество вызовов, то они должны быть все, конечно, обслужены и помощь должна быть оказана. Вячеслав Лежнин рассказал об украшении города к предстоящему Дню Победы. Основные работы по оформлению Обнинска уже проведены и близятся к завершению. На этой неделе планируется закончить декоративное оформление. Мероприятия к 75-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне в этом году пройдут в формате онлайн. План был подготовлен объемный, как отметила начальник управления культур и молодежной политики, но из-за сложившейся эпидемиологической обстановки все массовые мероприятия были отменены. В виртуальном формате пройдут выставки, концерты и акции. Заместитель главы администрации по экономическому развитию отчитался о реализации муниципальных программ в 2019 году. Объем программных расходов составил 3 млрд 977 млн 600 тыс. рублей. Из общей суммы программных расходов 84,1% средств было направлено на реализацию четырех муниципальных программ. Это развитие системы образования, это социальная поддержка населения, дорожное хозяйство, развитие культуры города. Реализация 15 муниципальных программ предусматривала исполнение 127 мероприятий, было реализовано 123. На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов Наукограда участвовали в большом рейде. В ходе мероприятия, как рассказал Сергей Воронежский, было составлено более 60 административных протоколов по статье 20.6.1 Невыполнение правил подведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. И два протокола по статье 6.3 Кодекса об административных правонарушениях. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Кристина Забожка, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ В связи с распространением коронавирусной инфекции в некоторых областях страны введен пропускной режим. Цифровой пропуск представляет собой буквенно-числовой код. В соседнем московском регионе уже действует такая система. Наша съемочная группа решила узнать мнение обгинцев о том, следует ли вводить такой режим и в Калужской области. Не могу сказать однозначно. Пропускной режим. Ну, если будет расти численность заболевших, то, конечно, да. Может быть и нужно. Почему? Потому что вечером очень много молодежи гуляет. Я думаю, смысла в этом нет просто. Почему? Ну, смысла нет. Пропускной режим. Вот если кто-то заболел коронавирусом, и его ограничивают, вот ему, наверное, надо. Но остальные, смысл в этом, я не знаю. Я думаю, что нет. А почему? Не знаю. Мне кажется, как-то с этим карантином просто заморочусь. Паники больше навели и все. Да. А почему? Потому что, ну, если взять ситуацию, которая происходит у нас во дворе, то народу много, все гуляют. Получается, что самоизоляция не происходит. Нет, не нужно. Почему? А есть простое лекарство от коронавируса. Оно давно известно. Я им пользуюсь. Синий йод называется. Наберите в интернете, принимать по одной чайной ложечке утром на 50 грамм воды. Это средство было изобретено еще в советские годы в соловецких лагерях ученым, медикам нашим. Думаю, что нет. Почему? Я понимаю, когда это в миллионниках городах водят. Это разумно, потому что много народа и так далее. У нас народу достаточно, мне кажется, грамотно. И те, кто должен сидеть, сидит. Тем, кому надо на работу, все равно же ездят. Не думаете, в регионе не надо, да? Я думаю, что нет. Проблема подачи воды в микрорайон Молодежный наконец решена. Три недели напряженного труда сотрудников водоканала закончились. 24 апреля произошел пуск нового водовода. Елена Ершова расскажет о столь важном для жителей Кобицинского поселка событие. Этого события жители поселка ждали долго. Они устали заготавливать воду впрок и мыться по ночам. Менялись управляющие компании. Каждая обещала проблему водоснабжения решить. Но проблема оставалась. И уже казалось не решиться никогда. Жители боролись. Писали письма представителям власти. Ездили на прием к губернатору. После вмешательства главы региона, дело наконец сдвинулось с мертвой точки. Настал у нас момент, когда наши власти, жители молодежного, большое спасибо им. Вот сегодня включат нам, обещают, что вода будет приедет, включать торжественный губернатор Шапша. Вот и мы сейчас ждем. Поэтому большую воду ждем. Владислав Шапша поручил обеспечить жителей молодежного водой без перебоев к 1 мая. Сотрудники Калуга облводоканала справились быстрее. Накануне запуска водовода глава местной администрации Антон Масняк рассказал, что работы по прокладке новой сети близки к завершению. По решению губернатора водоканалом выполняются соответствующие работы по подводке дополнительного водовода. Данные работы уже на финишной прямой, поэтому в ближайший день-два они будут завершены, и новый водовод запущен. Утром 24 марта сотрудник государственного предприятия Калуга облводоканал Игорь Лебеда рассказал, что работы находятся на стадии опрессовки. Вода уже пущена по трубам. Вода уже вкобится, ну все. Вот на станции, на конечной точке подключения, просто мы сейчас отвели воду и промываем трубы, потому что трубы, мы же все-таки внутри грязные, их надо промыть перед тем, как людям подать воду. Тут закроем на выходе, уже когда ту воду, которая пришла к станции, сейчас здесь задвижку закроем, вот, и оставим под давлением, все, еще раз по нитке пройдемся, посмотрим, если нигде ничего не бежит, все. Глава региона Владислав Шапша лично проконтролировал подачу воды жителям Кабицына. В рамках рабочей поездки по области он 24 апреля посетил поселок, чтобы удостовериться в том, что его поручение по решению проблемы доступности питьевой воды для жителей микрорайона Молодежный выполнено. В решении водного вопроса Молодежного принимали участие сотрудники государственного предприятия «Эколога-Облводоканал», администрацию Обнинска и Боровского регионов, регионального министерства строительства и ЖКХ. Владислав Шапша поблагодарил всех за оперативное решение многолетней проблемы. Я хочу сказать спасибо местным властям города Обнинска, которые пошли на встречу в соседнем районе, дали такую возможность, и теперь я точно уверен, что проблемы в этом микрорайоне не будет с водой. Глава Боровского района Николай Калиничев рассказал, как решалась поставленная задача. Проблема, создававшая трудности местным жителям более 10 лет, была решена за три недели. Нормативное состояние приведены скважины, произведена врезка нового водовода. Диаметр трубы теперь составляет 225 мм, что позволит обеспечить любые потребности микрорайона в питьевой водопроводной воде. Протяженность нового участка – 1750 погонных метров. Глава области обратил внимание руководителей ведомств и представителей органов власти на необходимость более оперативного решения подобных задач и необходимость использования всех имеющихся возможностей для того, чтобы жители получали воду в полном объеме. Елена Ершова, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ На Калужской земле немало памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Здесь на подступах к Москве велись ожесточенные бои. Часть территории была оккупирована фашистами. В канун приближающегося праздника Великой Победы мы посетим некоторые из этих памятных мест и расскажем о том, что происходило здесь в суровом 1941-м. Этот памятник расположен в центре поселения Совхоз Боровский в сквере у Дома культуры и представляет собой скульптурную группу из двух воинов, стоящих на постаменте. Установлен он на месте братского захоронения погибших красноармейцев. История этого памятника, она возникла из той истории, что ряд красноармейцев, защищавших родное село в Совхозе Боровском, находились здесь и именно здесь при определенных обстоятельствах погибли от рук фашистских захватчиков. В октябре 1941 года центральная усадьба Совхоза Ударник, как тогда называлось поселение, была занята немцами. Несколько красноармейцев, не успевших отступиться своими частями, спрятались на чердаке барака, в котором жили работники Совхоза. Жители кормили их, снабжали одеждой, но нашелся предатель. Кто-то выдал красноармейцев гитлеровцам. Все они были расстреляны. А жители, не сообщивших новой власти о красноармейцах, закрыли в бараке, облили здание бензином и собирались сжечь людей заживо. Но в последний момент приказ был отменен. Сжигать не стали, а выгнали всех обитателей на улицу и погнали в Боровск. Там в Пятницкой церкви уже содержались мирные жители из окрестных деревень. В неотапливаемом церковном здании, превращенном в концлагерь, людей не кормили. Боровчане по мере возможности бросали в разбитые окна картофель, другую еду. Те, кто умирал от голода и болезни, складывали штабелями там же. 4 января 1942 года, когда Боровск был освобожден частями Красной армии, узники Пятницкой церкви вышли из заточения. О событиях той поры напоминает братская могила, находящаяся в центре поселения Совхоз Боровский. В ней похоронены расстрелянные фашистами бойцы Красной армии, а также солдаты, погибшие при освобождении этой земли от фашистских оккупантов. В 1956 году на месте братской могилы установили памятник. Потом, соответственно, он реконструировался, благоустраивался. И сейчас находится именно такой, со всеми выбитыми именами, в том числе и с теми погибшими, кто находится сейчас и захоронен здесь, и с именами всех односельчан и всех соседей, кто с данной усадьбы уходил на фронт и не вернулся назад. В списке погибших есть имена, отмеченные звездочками. Это бойцы, павшие при освобождении Боровской земли. И длинный перечень жителей сельского поселения, воевавших с врагом на различных фронтах Великой Отечественной войны, да так и не увидевших светлого праздника Победы. Елена Ершова, Нина Замахина, Сергей Мокрецов. Обнинск ТВ Это была программа новости. Мы желаем вам всего доброго. А наши корреспонденты продолжают работать, чтобы рассказать вам о событиях города и региона. Не выходите из дома. Следующий выпуск смотрите завтра, как всегда, в 19 часов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова